Вспомни, кто ты. Помнишь человека, которым хотел стать? В жизни есть разные пути. Какой из них твой? Свети своим светом, как можно ярче. Лети, как можно выше. Оставь после себя как можно больше. Благодарю за жизнь. О чём твоя книга? Вспомни. Путь сердца. Вспомни. Всё зависит от меня самого. От моего ума, от моей души, от моего состояния. То есть мы сами себя меняем. Это было, знаешь, такое ощущение, как будто я вспомнил. Я такой проснулся. Ими и всё, но не считай своим. И оно начинает работать. Да, отдающие получают. Когда ты даёшь, по-настоящему даёшь, то пустое место не бывает. Поэтому есть даже молитва такая. Господи, дай, чтобы давать. Господи, дай, чтобы, чтобы, да. Когда я полностью расслаблен, когда я открыт пространство, готов делиться и давать, когда у меня действительно выстроено это намерение, чтобы не брать, а давать, в этот момент происходит чудо. Чтобы действительно что-то в этой жизни понять, ну, для меня лично, мне нужно было умереть. Занимайтесь бизнесом с намерением, с мотивацией, для чего вы это делаете. Когда я начинаю что-то заучивать, чтобы сказать, да, вот я выхожу и стопор. Потому что то, что ты звучил, мне соответствует сегодня тому, что происходит на уровне энергии, вибраций, осознанности, присутствия, как бы, определенного потока мыслей у людей. И ты, ты в конфликте. А когда спонтанность, сразу ты открываешься, при этом стараешься во время процесса наблюдать за собой, наблюдать за потоком мыслей, как они входят, что происходит тебе, как они уходят. Поэтому такой процесс спонтанности, он прекрасен. Друзья, мы сегодня в гостях у нашего друга Андриана Мельникова, человек, который нас восхищает своей широтой действий, мышления. Андриана – меценат, галерист, консультант по искусству. И я так понимаю, что ты сейчас большое внимание уделяешь образованию и просветительской деятельности. Поймать Андриана – это не очень просто. Андриан живет в самолетах, в основном, да, и на всяких мировых аукционах. Ты занимаешься картинами, да, занимаешься голограммами, современными технологиями. И редко бываешь достаточно в Москве, насколько я понимаю. Да, сейчас уже реже, но все равно Москва именно та локация, где я себя чувствую комфортно. Изначально ты, я так понимаю, из Эстонии, да? Нет, это не совсем так. Я родился вообще в Казахстане. А. В Казахстане, до трех лет я прожил там. Потом, так как папа у меня был военный, я жил в Владивостоке, в Брянске, жил в Германии, группа советских войск в Германии. В Германии жил в Херсоне, на Украине там заканчивался строительный завод. Потом пошел в мореходку, попал в Ригу, в Риге закончил мореходку, попал по направлению в Таллин и лил в Таллине. Я даже в Таллине там, у меня родилась дочка, вот, потом из Талина так было очень много таких проблем. Это была молодость, такая молодость необузданная, и попал в такое колесо замкнутое, где мне нужно было просто бежать. И вот я попал уже в город Самару, все закончилось клинической смертью, да. И после этого переосмысление, и я тогда понял, чтобы действительно что-то в этой жизни понять, ну, для меня лично, не нужно было умереть. А так я не знаю, что бы произошло дальше. Ты как относишься вообще к термому предназначения? Термин, ну, я, я даже вот сейчас не понимаю, я не знаю, как себя вести по отношению к этому термину. Ага. Ну, веришь? Разберемся. Давай сейчас во время разговора, может быть. Договоримся о понятиях. Да, да. Ну, есть ли у тебя какое-то такое вот предчувствие или понимание, что есть какой-то изначальный замысел, может быть, сценарий, по которому ты, как человеческое существо, или там, как душа у человеческого существа, идешь, и у тебя вот мир, когда ты на своем месте, на своем, тебя начинает мир помогать, нужны вместе, нужны люди, нужное время, там, в течение обстоятельств, и вот прям вот ведет, вот, если в таком контексте. В таком контексте не совсем, как бы, это, ну, в моем. Не совсем. Почему? Потому что для себя я понял, что все зависит от меня самого, от моего ума, от моей души, от моего состояния. То есть мы сами себя меняем. Однозначно. Это сто процентов, потому что для меня это конкретный опыт. Я сейчас вспомнил стеклорение одного художника. Это посвящено мальчику, называется оно тогда. Тогда? Да. Тогда. И, значит, оно звучит так, что ошибаешься, мальчик, зла нет. Зло сотворить великий не мог. Есть только несовершенство. Но оно столь же опасно, как то, что ты злом называешь. Нет ни за тьмы, и демонов нет. Но каждым своим поступком, лжи и гнева, глупостей мы сотворяем бесчисленных тварей. Страшных и ужасных на вид. Кровожадных и гнусных. Они стремятся за нами, эти наши творения. Вид и размер их созданы нами. Береги сыроих умножить. Твои порождения тобой и питаться начнут. Да, осторожно к толпе прикасайся. Жить трудно, мой мальчик. Помни приказ. Жить, не бояться и верить. Быть свободным и сильным. Но после, если удастся, и полюбить. Темные твари все это очень не любят. Сохнут и гибнут тогда. Гибнут тогда. Тогда. Понимаешь? Ну-ка. Ага. Твоё секторение? Нет, это секторение написал Николай Рерих. А, угар. Просто ты так его, прям, как слоёк. Потому что я его в своё время прожил. Прожил, да. И для меня это, ну, сильный отпечаток. И когда я наблюдал за собой, действительно, мы можем менять ход событий. И если брать язык востоком, менять свою карму, да, потому что мы начинаем переприоризовывать своё мышление, вид изменять его. То есть наблюдать за своими омрачениями и делать те практики, например, которые культивируют тебе любовь, страдания, мудрость. И когда в тебе это меняется, однозначно ты начинаешь видеть, как меняется мир. Уходят друзья, которые были, может быть, недобрыми спутниками, да. Уходят ситуации, которые вводили твой ум в состояние этого омрачения и так далее. Я так понимаю, что, ну, первую половину жизни, ну, ты никак с искусством не был связан. Нет, ты знаешь, вообще, я искусство, когда это было, 2002 год, да, вот, только я тогда прочувствовал искусство. До этого для меня это был вообще тёмный лес, и мне было неинтересно. Это было, знаешь, такое ощущение, как будто я вспомнил. Такой, пух, проснулся, что бам, есть же искусство. И это моё, никому не отдам. Хочу, хочу, хочу работать. А как тебе начались, можешь поделиться? Я жил в Самаре, и там был центр такой духовной культуры, который занимался популяризацией выставок. Печатал репродукции и, как бы, делал выставку из репродукции. Я вот с этого и начинал. С репродукции там вовлёкся, тем более, там был человек такой, один из моих первых учителей, который читал лекции периодически. То есть раз в неделю были лекции там, начиная от наших подвижников, кончая там разными религиями, что такое мысль и в таком ключе. От Джорджан Бруно до Будды, от Конфуция до Платона. И вот это впитывая, я был, как и сегодня, прям вот жаден на эти знания, и это меня меняло. То есть как-то в каком-то направлении, и, естественно, параллельно шло искусство. И, конечно, вот это вот вовлечение, сперва это копия, а потом когда ты встречаешь оригинал этой копии, а потом еще когда ты его приобретаешь, и это становится твоей собственностью, это вот уже там, ты видишь, не какое-то такое волшебство, магию, да. У тебя какой-то есть тыл серьезный, ты прям с самого нуля там пошел в опустое. С самого нуля, конечно. Нет, нет, это с самого нуля. Я помню, что мне нужны были деньги для того, чтобы сделать один проект, такой культурный, образовательный, просветительный проект в Самаре. Вот, и здесь я взял взаймы, и мне нужно было эти деньги отдать, и я, как обещал, должен был отдать срок, и мне нужно было это сделать быстро, в течение месяца. Поэтому я приехал в Москву, у меня было всего лишь там 5 тысяч рублей, вот в кармане, и вот все началось с того, что я пришел на Арбат, вот там был такой антикварный магазин, вот я зашел туда, посмотрел все, было очень все красиво, потом увидел, что человек заинтересован, заговорил там в том, чтобы приобрести что-нибудь из живописи. Я вышел из этого магазина, поехал, значит, в Метрополь отель, и там тоже была галерея антиквар. Я зашел туда и увидел прямо на стенке висящую картину художника Андрея Шильдера. Шильдер, это был ученик Шишкина, и она мне так понравилась, хотя там были просто сараи, да, но она мне так понравилась, она была такая яркая, лучистая, красивая, какой-то отпечаток с детства, да, природы, вот этот сарай стоящий, было написано лихо. Я спросил, сколько стоит, мне там человек сказал, да, это дорогая картина, стоит 25 тысяч долларов, для меня это были космические деньги, вот, и я сказал, ну вот, мне интересно, можете ли дать фотографию. ты все знаешь, шло так спонтанно, он мне дает фотографию. Я с этой фотографией еду опять на Арбат, захожу на Арбат, директор, значит, там антикварного салона, даю ему эту фотографию. И он сказал, я покажу клиенту, приходи там завтра. Ну, я не пришел завтра, пришел послезавтра, да, и он так, я же тебе говорил, ты там должен был прийти вчера, где ты был там, мне нужна срочно эта картина, я уже ее продал, он мне говорит, я говорю, как продал, он говорит, ну, по фотографии продал, все, говорит, вези ее сюда. Я говорю, ну, как я везти могу, потому что там же нужны деньги, мне никто не даст. Говорит, да, я тебе дам, говорит, вот, и дает мне, я тогда ему объявил 35 тысяч, дает мне 35 тысяч, человек второй раз видит меня, вот, я сейчас с ним дружу, дает мне 35 тысяч, я сажусь на такси, еду туда, метропольт, забираю эту картину, привожу ему, там, зарабатываю эти деньги, привожу, там, гашу все свои, там, задолженности, еще остаются какие-то финансы, я понял, что, возможно, это мой бизнес, так и понеслось. Ага, вот, мне кажется, вы напали на след. Я прям почувствовал такой аромат проведения здесь в этой истории сейчас, ну, там с тобой искусство заговорило фактически. Конечно, и я так понял, что вот Шильдер до сих пор меня сопровождает, периодически попадаются его картины или на мировых аукционах, или в частных коллекциях, или мне просто приносят там со стороны. И также судьбоносные другие художники, такие как Нестеров, например, Петров, Водкин и многие другие. И такое ощущение, что у меня была какая-то с ними связь, контакт, или сейчас есть контакт. И они помогают для того, чтобы там та сумма, которая, ну, получается, извлечь, да, направить именно туда, где это было бы наиболее необходимо, на те просветительные образовательные программы. И это вот такая у меня идет циркуляция, движение. Поэтому я, как бы, все-таки придерживаюсь формулы, что имей все, но не считай своим, и оно начинает работать, да, отдающие получают. Когда ты даешь, по-настоящему даешь, то пустое место не бывает. Поэтому есть даже молитва такая, «Господи, дай, чтобы давать». «Господи, дай, чтобы давать». Когда ты честен по отношению к этой молитве и к этой форме, когда ты открыт, то все происходит так, как надо. Конечно, мне бывает, когда я закрываюсь, иногда забываю про эти вещи, да, и тогда начинаю с проблем. Нету, я не вижу, как бы, откуда может быть та поддержка, которая может закрыть мне там дыры по аренде, зарплатам и прочее. Но когда я полностью расслаблен, когда я открыт пространство, когда я, ну, готов делиться и давать, когда у меня действительно выстроено это намерение, чтобы не брать, а давать, да, и в этот момент происходит чудо. От разных общих друзей я не раз слышу, что у Андриана фактически чутье, прям чуйка фактически на искусство, что ты, как бы, ну, прям тебя ведет, действительно, ты знаешь, где, как, куда, и поэтому ты, я так понимаю, являешься еще консультантом, ты хорошо это чувствуешь. Да, ты знаешь, я, когда начинал, вторая, как бы, история моего пути, я встретил человека, который захотел коллекционировать искусство, собирать. Это один из таких больших коллекционеров, и очень был он на тот момент состоятельный человек. И я ему стал собирать искусство, и вот как-то раз, через определенное время, естественно, после той истории, которую рассказал, там прошло еще полгода, и у меня уже появился какой-то опыт в этом, и я поехал покупать Айвазовского в город Баку. Я, как помню, он мне дал 450 тысяч долларов, и я поехал с этим пакетом, вот, пришел в семью, покупаю эту картину, вижу, что она старая, я уже был знаток, старая, не старая, ты понимаешь, был знаток, что подпись новая или старая, настоящая или нет? Да. И покупаю эту картину, привожу в Москву, прихожу к эксперту, он говорит, ты знаешь, брат, это подделка. Для меня, естественно, это стресс, и я начинаю изучать, почему же это подделка. Я собираю всю информацию, я гоняю по музеям, для того, чтобы изучить каждую картину Айвазовского. Я делаю сравнительный анализ, фотографии, я как бы подбираю, чтобы показать еще раз эксперту. И вот, подобрав все за, приношу к нему, он говорит, да нет, зачем ты мне принес, это же настоящая подделка, но подделка того времени, потому что Айвазовский был очень таким плодовитым художником, дорогим художником, и не всем мог исполнить заказы, поэтому создавались артели поддельщиков, которые делали под него, и продавали. Так они делали бизнес. И я попал вот на одну из таких картин. Но я все равно не сдавался, я пошел в Грабаря, потом в Третьяковку, как бы доказывая, что это Айвазовский, ну и везде получал, как бы, до свидания. И так, ну, так как инвестор дал мне деньги, и в какой-то, прямо вот, мне нужно было отдать ему деньги, параллельно получилось так, что эти деньги заработал, и ему отдам. А картину кинул на балкон. И это так, появляется опыт, да, и закалка. Ты платишь и деньгами, и, естественно, стрессом, какими-то переживаниями за опыт, за жизненный опыт. Вот в этом вопросе. И, конечно же, потом, зная уже все об Айвазовском, ну, представь, сколько я там пропахал, сколько я рассматривал, сколько с экспертами поработал. Я еду в Таллин, и там, в одной галереи, покупаю Айвазовского. Уже знаю сто процентов, что это Айвазовский. Покупаю Айвазовского, привожу здесь, уже смело прихожу к эксперту, и он опять говорит мне нет. Блин. А я-то знаю, что это то. Я прихожу к Игнатовой, к эксперту в Грабаре, показывая ей, она говорит, ну, в принципе, похож, нужно сделать инфракрасный рентген, посмотреть, что происходит с закрасочным слоем. мы сделали инфракрасный, мы видели код Айвазовского. Айвазовский кодировал свои картины, он делал три линии карандашом, и делал специальный карандашный рисунок, тем самым, как бы, делал градацию, то есть, небо, линии горизонта, и вода, корабли. Он намечал, где будут стоять кораблики, как должны быть прописаны горки, и прочее, да. И в этот момент, конечно, это для меня было открытие, подготовительный рисунок, и так было доказано авторство этого художника в Грабаре. И здесь я, как бы, вышел победителем, но после этого у меня был большой еще опыт с Айвазовским, но сейчас я до сих пор не могу сказать вот так вот, что я все знаю, да, потому что разные сюрпризы бывают. И так, на базе того, что я в этом направлении двигался, я нырнул, как бы, в некоторые команды высококлассных поддержщиков. И прожил с ними намеренно около года. Посмотрел, как они делают все изнутри. И это дало мне большой опыт. И после этого создал лабораторию по исследованию искусства, как отличить действительно подделку от оригинала. Я слышу, что у тебя невероятный путь и все это заслужено, что ты просто получал опыт. Играешь красиво, играешь легко, кидаешься в смелые эксперименты. Я так понимаю, что на сегодняшний день у тебя большая своя частная коллекция, состоящая из многих мастеров живописи, но также ты точно развиваешь новые виды искусства. В частности, я так понимаю, что ты экспериментируешь с тем, чего еще нет. сейчас мы запускаем с сентября новый проект концерт для голограммы и концерт для живописи с оркестром. Представь себе, висит картину, например, Большая Рериха Игоря Ивазовского. Специально композитор, мой друг Сергей Желков, которого я сейчас продюсирую, пишет под картину-музыку. Он как бы ее чувствует, он как бы с ней интегрируется, уходит, пишет и затем дает нам уже окончательный вариант. Мы под эту музыку делаем контент, который позволяет нам оживить картину. оригинал. То есть оригинал стоит на мольберте, люди сидят в зале, слева и справа от оригинала Большой Симфонический Оркестр, выходит искусствовед, рассказывает чуть-чуть о картине, чуть-чуть о биографии художника и, конечно, о провинации картины, то есть об истории ее пути. И дальше выходит дирижер, рассказывает что его побудило написать и как это происходило музыку к этой картине и дальше он передает слово музыкантам, тем самым дирижируя. В момент музыки, когда это все происходит, картина начинает оживать. Например, если это и в Азовске начинает вдруг появляется волна, пролетать птицы, пролетать тучи, молнии, грозы, в корабль бьет молния, он загорается, волна его накрывает, он как бы спасается, и, естественно, спасаются люди, которые выплывают с этой причины. Второй проект это концерт для голограммы с оркестром, мы сделали на сегодняшний день, ну, как говорят в мире, самый лучший контент в голограмме, самую лучшую, там, скажем, усовершенствованную технологию, голографический человек ничем не отличается от живого. Ну, представь себе, я сейчас с тобой говорю, на самом деле, я сейчас в Монако нахожусь там с друзьями, а здесь мой голографический клон. У нас в 4К идет контент, мы снимаем лучших прим большого театра, потом делаем спецэффекты, у нас балерины или управляют стихиями, или растворяются, или там превращаются в животных, что-то происходит, да, и в этот момент симфонический оркестр играет, да, под танец той или иной балерины, не как мы привыкли, где артист балета танцует под музыку, а здесь наоборот. Но вот это сочетание, он дает больше параллаксу, и ты созерцаешь действительно реальное находящееся вот это вот действие, как живое, абсолютно живое. Помню, когда мы с тобой познакомились, это уже, по-моему, 5 лет назад было, у меня очень впечатлило, как ты рассказал красиво про служение. Все, что ты делаешь, это делаешь в большом объеме, я понял, что ты и храм поддерживаешь, и образование поддерживаешь, что для тебя важно то, что ты зарабатываешь, по-моему, если не ошибаюсь, ты говорил, 50% ты отдаешь в этот момент служения. Сейчас получается, что 50% не хватает, все равно в любом случае отдаешь больше. Мы же говорили в начале, что очень важно давать, да, ты когда даешь по-настоящему это пространство, то оно как бы отдает тебе в тот момент, когда тебе это необходимо. Даже у меня на протяжении сейчас, последних двух лет, подходит момент, когда конец месяца нужно давать зарплату людям, нужно платить аренды, поддерживать проекты, денег нет. И вот конец месяца, осталось три дня, ты не знаешь, но ты открыт. И здесь ситуация, какие-то люди, ты или как посредник, или что-то кто-то пришел, и как-то и все, тебе дали зарплату, чтобы ты дал другим. Вот сейчас как происходит. И для меня это действительно однозначно служение, потому что когда у тебя такая позиция и настрой ума, что ты даешь, что ты служишь, то это такая полезная форма отойти от эго, и больше тогда проявляется ясность, и ты больше начинаешь видеть. и тогда вот как ты сказал, больше появляется такое чувство, интуиция, потому что такое интуиция, когда ты подальше отошел от таких вещей, как пристрастие, как желание, как залипание на что-то, потому что когда мы на что-то залипаем, мы в это вовлекаемся, мы это хотим, но когда у нас это забирает, мы начинаем страдать. У нас проявляется депрессия, гнев, и все формы омрачений. и эти омрачения, как в том стихотворении, который рассказал, это как некие демоны, которых мы порождаем, они окружают нас и не дают нам дышать, не дают нам видеть именно то, что находится за пределами вот этого концептуального мышления, поэтому очень важно иногда просто побыть вне концепции, потому что концепция, мысленные диалоги для меня это яд, для меня это однозначно яд, потому что ты увлекаешься, одна мысль входит, ты ее начинаешь развивать третья, четвертая мысль, а потом ты нападаешь на такую мысль, которая вовлекает тебя в какое-то конкретное омрачение и застой в твоей жизни, понимаешь, это опасно, поэтому очень важно когда мысль входит, мы не препятствуем даже самой негативной мысли, мы не подавляем ее, мы просто смотрим на нее, наблюдаем за ней, когда она выходит, мы ее не развиваем, мы не цепляемся, мы сзерцаем, в этот момент тогда у нас реально появляется ясность, ясность всего, что происходит, мы не затуманиваем наш ум этими ненужными концепциями, ненужными мыслями, которые по сути пусты и по сути с другой стороны разрушительны для нашей души, для нашего сердца, примерно так. Слушай, а у тебя получается всегда так жить? Нет. То есть у тебя будут расколбасы какие-то? Конечно, бывают, но я стараюсь, как проявляется какой-то очередной расколбас, я сразу становлюсь на место. Если это чувствуется, значит, нужно нырнуть, нырнуть на себя. Нужно, значит, чуть-чуть попрактиковать, чуть-чуть поработать над собой, побыть в молчании, побыть самим собой, быть здесь сейчас, сегодня, быть в осознанности, в открытой осознанности, где ты пребываешь так, как ты есть, ничего при этом не меняя, ничего не исправляя, отпускаешь и вот просто ты находишься здесь сейчас, сегодня, так, как есть. И в этот момент все становится на свои места и прекращается весь расколбас, потому что мы хозяева, дух наш, да, хозяин. И он сразу все расставляет на место. Поэтому здесь нет проблем. Просто нужно вовремя остановиться. Стоп. Человек, который совмещает очень хорошо сферу духа со сферой материальной жизни. То есть у тебя это все хорошо выживается. я знаю, что у большого количества людей, кто со сферой духа уже соприкоснулся, начинается разлад с сферой материи. У тебя так сразу было, я так понимаю, что у тебя жизнь делится на два, на две части. До клинической смерти и после. Да, тогда у меня было только одно, это материализм, да, только одно, это брать-брать-брать, хочу-хочу, да, это хочу-это, хочу-то, не хочу-это, да, не хочу-того. То есть это такой путь, который полностью травмирует психику людей. Это хочу-это, не хочу-это, хочу-это, не хочу. Когда ты приходишь к осознаванию, к пониманию, что в принципе хочу-не хочу имеет один вкус, да, то тогда добро и зло это тоже один вкус, хорошее и плохое это один вкус, ты начинаешь смотреть на эти вещи совсем по-другому, не так, как она представляется нам в обычном виде. В общем, умеешь ты это совмещать, а ты совмещение здесь, оно происходит автоматически, потому что, когда у тебя материальная и духовная гармония идут вместе, у тебя глаз ясный, у тебя глаз более как бы видит то, что он должен видеть на сегодняшний день. Мы живем здесь, мы живем, если брать восточный язык, мы живем в сансаре, ее никто не отменял. Мы пребываем здесь и с этим нужно мириться. И люди, особенно творческие люди, должны уметь зарабатывать деньги, но самое главное, они должны уметь это правильно зарабатывать, не нахрапом, понимаешь, а зарабатывать это мудро, осознанно, чисто. И, конечно, мы можем вовлечься в какую-то авантюру, но если эта авантюра пропитана таким чистым намерением, для чего ты это делаешь, да, и при этом никто нигде не страдает, ты тогда включаешь все свои рецепторы внутренние для того, чтобы дойти до результата, излечь эту энергию и вложить в какой-то проект, который принесет действительно какую-то пользу для тебя и других. Тогда у тебя нет в этом проблем. Все зависит от нашего намерения, от мотивации. Поэтому я всем своим друзьям-бизнесменам говорю о том, что, ребята, занимайтесь бизнесом с намерением, с мотивацией, для чего вы это делаете. Если для себя любимого, то вряд ли это принесет успех, потому что всегда будут проблемы с тем, что, когда мы это теряем, начинается травма, психическая травма. А когда ты действительно делишься этой энергией, особенно пускаешь эту энергию в такие направления, как просвещение, образование, медицина, безопасность и так далее, то мир меняется вокруг тебя. Ты даешь рабочие места, ты делаешь те проекты, которые действительно заставляют людей задуматься о том, кто я и что я могу сделать в этом мире. Самое главное для меня зародить семья в человеке, чтобы он смог тоже что-то делать, что-то творить, вовлекаться в какие-то процессы, которые меняли бы его изнутри и, естественно, это еще приносило ему что-то в виде финансов. Чтобы это было так все. Ты поддерживаешь людей, я уже за эту беседу слышал не раз, то есть ты помогаешь людям развиваться, стараешься помогать. Да, я стараюсь развивать в себе именно те качества, которые бы по-настоящему могли быть полезны для других. Конечно, я тоже работаю. Оказывается, для того, чтобы помочь другому, нужно учиться. Понимаешь? И я каждый день продолжаю учиться. И даже некоторые вещи, которые мне казалось, что я делаю правильно, оказывается, делаются неправильно. Поэтому иногда начинаешь с начала. Даже те практики, которые ты делаешь, например, практики, связанные с развитием настоящей любви по отношению к другому человеку или истинного сострадания, которое я делал ранее, я сейчас понимаю, что это должно быть по-другому. И это каждый раз ты пересматриваешь в себе те возможности, те качества или те способности и видишь то, если тебе их не хватает, ты их начинаешь культировать, начинаешь работать с обстоятельствами, начинаешь из пространства извлекать те знания или ты едешь куда-то к каким-то учителям, получаешь те наставления, те знания, которые наилучшим образом меняют тебя изнутри. или же делаешь те действия, выполняешь как некое карма-йогу для того, чтобы по-настоящему поменять некоторые застой или какие-то проблемы внутренние для того, чтобы быть более открытым перед другими. Открытость очень важна и честность важна в отношениях и о том, что ты говоришь. Некоторые вещи, которые я говорю, они по-настоящему действительно могут поменять кого-то. Почему? Потому что я сам прожил это. А некоторые вещи, которые я сейчас даже говорю, которые я не прожил сам, да, это будет интересно, любопытно. И человек, может быть, что-то потом после этого прочитает или куда-то направится. И не заряжено. Но да, это не будет, это сейчас пролетит, потому что я это сам как бы не жил, не прожил. Это как в той истории про Махатма Ганди. Помнишь, когда к Махатма Ганди пришла женщина с ребенком, а у ребенка диатез был. И она пришла с одной просьбой, что мой сын очень много кушает сладкого. И проблема в том, что врачи сказали, что он умрет. Пожалуйста, Махатма, скажите, чтобы он не кушал сладкого. Я вас прошу. Он посмотрел на ребенка и сказал, вы знаете, приходите через месяц. Он сказал, что через месяц он может умереть. Он не умрет, просто приходите через месяц. Старайтесь как бы ограничить и сейчас больше наблюдать или приходите через месяц. Но она пришла через месяц. Он посмотрел на ребенка и сказал ему, не кушай сладкого. Ты понял? Никогда не кушай сладкого. Мама удивилась и сказала, Махатма Ганди, почему вы месяц назад не сказали то же самое? Он говорит, вы понимаете, месяц назад я сам кушал сладкое, а сейчас бросил. Уже как месяц не кушаю. Поэтому я имею право сказать и мои слова наполнены силой. Вот что происходит. Поэтому для того, чтобы что-то сказать или поделиться, чтобы это было по-настоящему, это нужно прожить. И в этом нужно находиться. Хорошо, что мы коснулись этой темы. Ведь тема предназначения, она связана ведь с болевыми точками, с поиском себя, с ответами на вопрос главные. Вот сейчас ты как бы производишь впечатление человека, которого ты уже широко набрал обороты и ты уже можешь как бы делиться. Но я так понимаю, так было не всегда и в твоей практике, в твоей жизни был момент то, что психологи называют темная ночь души. Насколько я помню, у тебя достаточно сложный был такой период жизни. Конечно был, как и у всех, как и у тебя, как и у всех зрителей. Всегда были периоды, периоды были разные. Но здесь очень важно проявлять некое усердие. Иногда себе сказать, что все, хватит лохматить. Понимаешь? Стоп. Нужно что-то делать. Нужно что-то делать с тем, чтобы еще встать на ступень выше. И ты работаешь, и потом начинаешь видеть, что ни на какую ступень ты не стал, что ты отчаиваться не надо. Ты дальше продолжаешь, и потом другие говорят, о, брат, это уже как-то прошло куда-то, ты можешь чего-то говорить, чему-то учить. А для меня это не совсем сейчас комфортно кого-то учить, чему-то получать. Я это делаю через эго-словесно, я это делаю через действия. Для меня самое главное каким-то действием конкретно, которые ты сделал ручками, не просто ты там красиво говоришь, а именно для меня очень важно, чтобы человек увидев какой-то процесс творчества, какой-то проект, мог зажечь в себе тот огонь креативности и также творить и для меня как бы вот будущее, знаешь, вот сейчас все делают кино, будущее, где всех там мощат, там какой-нибудь ядерный взрыв, все погибли, вот. Страшных формулы закидать. Никто не делает красивое кино, понимаешь, никто не делает красивое кино про красивое будущее, да, про то будущее, к которому хотелось бы стремиться, про то будущее, даже на сегодняшний день, когда ты смотришь, на подобные проекты, например, кино, да, про красивое будущее, тебе хочется настолько самому после этого креативить, да, и хотелось бы увидеть то будущее, которое не было, где люди соревнуются в каких-то там дисциплинах, которые культивируют тебе позу и эго, да, я, я, вот, а где действительно, если уж соревнуются, то в творчестве, да, и если у творчества у кого-то лучше, то тот, кто сделал его чуть-чуть проще, начинает сорадоваться тому, кто сделает лучше, и, естественно, сразу подтягивает свое творчество и ставит еще на несколько ступеней выше, и тот, который сделал до этого лучше, также сорадуется и делает что-то, и тогда весь мир как бы становится со творцами творца, то есть каждый человек и делает что-то в своей специальности, в своей профессии, в своих склонностях, нечто важное, где люди бы смотрели на это важное и сказали, йо, как это так, вот мы раньше без этого жили, человек взял и сделал, и мы от этого получаем истинное, как бы, наслаждение, удовольствие, удовольствие, и как-то меняемся сами. в связи с этим я сейчас стал писать некоторые сценарии, вот именно связанные с таким кином. А с чем это связано, с тем, что все рисуют страшные картины? Ну, во всем мире это какая-то динамская. Да, дело в том, что я сейчас общаюсь с очень многими современными художниками, да, они все стоят и бьются головой об стенку, никто как бы не понимает, а что, что можно сделать новое, высасывает все творчество из пальца, все творчество становится дегенеративным, концептуальным, некрасивым, в том числе в кино, в художественном искусстве и так далее. Единицы, маленькие единицы, или же подражатели, плагиат, вот. А так, вот, чтобы, ну, действительно, я за то, чтобы сейчас пробиться, да, вот, но пробиться можно только через, через собственный взгляд на свою природу ума, да, на чистую природу ума, на свое сердце, на свою душу, на свой дух. Когда ты начинаешь по-настоящему меняться, работать над собой, то только через этот процесс ты можешь делать красивые проекты. Для этого нужно сейчас действительно вернуться к самому себе и через это делать творчество. Это же такой достаточно высокий непростой уровень, да, научиться радоваться. То есть, это радоваться радости другого, да? Ты знаешь, меня научили, вот, мне так повезло, что я это впитал с тем путем, которым сейчас иду, да, от учителей, которые встречаю. Вот это вот слово сорадование, оно записалось, оно было сперва на уровне относительном, где я, как бы, тоже вот так же понимал, что это такое сорадование. Но когда стал чуть-чуть практиковать, да, например, если во мне, с чего начиналось, да, возгоралась, например, какая-нибудь зависть по отношению к тому, что, например, у кого-то есть там, что-то, а у меня нет. И в этот момент я старался к тому, что есть у человека, да, прибавить еще что-то, мысленно. Например, есть у него машина, я как бы еще зерцаю такой хороший джет, самолет, да, который стоит там в порту, и это его. Я ему еще подкладываю как бы в дом несколько сумок с разной валютой, ну, и с тем, что ему, что ему хочется, мысленно. Да. И в этот момент, как бы, вот это вот состояние зависти или состояние как бы возбуждения моего ума, оно уходит моментально. и когда мы действительно по-настоящему зарадуемся другому, то в этот момент происходят чудеса. У тебя появляется то же самое, что и у человека. Это сурадование, это противоположное зависти, получается, как раз. Совершенно верно, но это одно. Да, это противоположное зависти, но и сурадование, это, в принципе, путь, который нас приведет к реализации. Только одно сурадование не может привести к реализации, к накоплению заслуг. А почему так сложно часто людям сурадоваться? Ну, если, например, испытывать зависть, это как по умолчанию оно такое доступное, а вот сурадоваться, это нужно взращивать прям в себе. Нет, это просто нужно попробовать. Когда ты это пробуешь, ты видишь, что это потрясающий эффект, это магия. Ты сам знаешь, что когда мы думаем о другом человеке плохо, это уже черная магия. Да, да, когда мы начинаем думать о другом человеке хорошо, красиво, он на глазах меняется. Поэтому я всегда говорю тем, кто, например, ругает президента, к примеру. Он мне может нравиться, не нравится, но когда я начинаю видеть в нем только самое прекрасное, ну, в любом человеке, сейчас как пример, то я верю в том, что он начинает меняться. А когда тысячи, миллионы людей думают о человеке, положительно и видит в нем самое хорошее, ему как-то даже стрёмно вести себя неподобающим образом, и он также начинает отвечать народу, людям. Поэтому позитивно мыслить, то есть стараться видеть во всем самое только прекрасное, хорошее, ты начинаешь автоматически меняться. и когда мы действительно созерцаем красивые образы, переходим к красивой мысли. Ты знаешь эту формулу Платона, и от красивой мысли мы переходим к красивой жизни, от красивой жизни к абсолютно красоте, все по возрастающей. Ну вот возможно нас сейчас смотрят люди, которые находятся в том самом состоянии, в котором ты когда-то находился, когда ты не знаешь, что впереди, но точно знаешь, что ты не на своем месте. Вот может быть ты, не знаю, что тебе помогло, что может как-то помочь сдвинуться, когда страшно, неизвестно, страшно. Ну я тебе говорил, что для того, чтобы мне что-то понять, мне нужно было умереть. Но этого делать было не обязательно. Здесь важно на пути встретить наставника. Это очень важно. Некоторые говорят я сам, я сам, я сам, понимаешь, я тоже так думал. Но как я сам не получилось. И всегда вот эта самоуверенность она добра не наружит. Поэтому для меня очень важно, чтобы люди нашли на пути своего учителя. Но как ты помнишь, есть такое очень хорошее высказывание «Готов ученик, готов и учитель». Для этого нужно подготовиться. Как подготовиться? По крайней мере, сейчас включить элементарную секулярную этику, светскую этику, не уважать пространство другого человека. Не проявлять по отношению к людям гнева. Насколько возможно стараться это видоизменять. По крайней мере, аналитически размышлять, что приносит гнев, какую пользу и какой вред. Когда ты начинаешь потихонечку, даже вот так думать, то в этот момент происходит чудо. Перед тобой проявляется какой-то человек или даже просто какая-то книга, с которой ты соприкоснулся, прочитал, через эту книгу притянулась другая книга, дальше ты встретился с каким-то человеком, вы поехали на какой-то ретрит или же зашли в какой-то храм или как-то еще. И так пошло, поехало. И здесь ты просто открыт этому пути и стараешься следовать только таким чистым своим внутренним воззрением, смотреть через свой фильтр и понимать, делает тебе вот этот путь, это движение лучше или нет. Стал ли ты мягче, спокойней, уверенней, и через это ты проверяешь свой путь. Скажи, а сколько тебе было лет, когда это произошло? Коренная точка изменения? мне было 28 лет. У тебя уже ребеном был? у меня уже была дочка. У меня происходило очень много мистерий по жизни. Ты знаешь, таких, каких я вот раньше боялся, недооценивал, а сейчас я понимаю, что что-то идет рядом с нами. Кто-то это называет ангелом-хранителем, кто-то это называет как-то по-другому, защитником, охранителем. Это не важно. Но рядом с нами кто-то нас ведет, это точно. Если мы ведем себя плохо, то он начинает выстраивать такие вещи, что загоняет тебе в тупик, если ты начинаешь осознавать в этом тупике нечто, ты начинаешь выкарабкываться. Или наоборот, если ты начинаешь хорошо, он все приоткрывает для тебя, потому что ты идешь правильно. Все приоткрывает. У меня был такой момент, когда я в молодости не пил, не курил, вел спортивный образ жизни, тренировался, для меня ценил жизнь. Это был как раз такой возраст. Когда я закончил мореходку, приехал в Таллинн и наращивал все состояние какой-то благости, здоровье тела и прочее. И вот как-то раз в каюте я лежал, прилег, и на меня напало существо, запрыгнуло мне. Представляешь, парень абсолютно трезвый, нормальный, без психических отклонений, без ничего, на тебя нападает какое-то невидимое существо, которое втапливает тебе в кровать прямо, и ты не знаешь, что сделать. Это такая паника, такой страх, такая скованность. И в этот момент я просто был в таком состоянии, нечеловеческом, можно сказать, да, то есть это страх, это ужас, что это может быть. И в этот момент единственное, что мне захотелось сделать на подсознательном уровне, это перекреститься. Это я ни во что не верил. И я пытался перекреститься, но не могу, понимаешь, но не могу, потому что это стало прижимать меня и прямо как бы душить. И в этот момент что-то прямо из центра тела как-то стихотворно стало говорить «Господи, спаси, что-то принеси, это отдай, это принеси». Какая-то пошла молитва необычная, необычная молитва, и в этот момент у меня отошла рука, и я перекрестился. Представляешь, я сделал крест и как, знаешь, скрежет металла и запах серы. И прямо такой «вух», и так «фух». И я не знаю, что делать. Наверху меня спал человек после вахты, ботсман. Такая была с каюта двухместная. И я решил его разбудить и думаю, а что я сейчас разбуду? Он скажет, что дурак, что ли? Илья приснилась или еще что-то. И я так вышел из каюты, и я, ну, сутки я точно не мог уснуть. Были очень сильные переживания, что это могло быть. Я приехал, через месяц поехал в отпуск, приехал в славный город Херсон, бабушки, вот, и рассказал эту историю. Она говорит, а, так это домовой был. Не парься. в следующий раз придет, скажи к добру или куду. Понимаешь? И вот, как-то раз я на корабле мы плыли, мы попали в шторм, и что-то там, какие-то были стрессовые ситуации, разборки, и я встал в конфликт с одним из членов команды, и мне ударил член по уху, и у меня лопнула перепонка, лопнула перепонка, и оттуда пошла кровь. И меня высадили в городе Сынаусти, в Польше. И вот, я попал в одноместную палату, вот, где один находился, и в этот момент опять в это состояние, только я здесь уже решил бороться. Я схватил как бы подушку, чтобы бороться с кем-то. Я увидел, знаешь, как вот в фильме «Ты видишь вроде бы и не видишь, да, человека, какое-то существо». И оно уже ко мне так приближается, и я прямо, знаешь, так смелости набрал, накинулся. Но оно мне свалило, сделал подсечку, свалило на кровать, прямо опять же мать, и я так сказал, что добро ли к худу, и в больное ухо мне дважды говорит к худу, к худу, к худу. Блин. Это такой страх. И я начинаю перебирать в голове всех, может быть, там, с мамой что-то, может быть, с братом, может быть, еще там, начинаю. И как бы проговариваю в уме, я чувствую, будут ли какие-то мурашки или вибрации, чтобы понять, с кем проблема. Но тогда я не понимал, что проблемы-то со мной, понимаешь, потому что в течение года это была жесть, это было во все тяжкие. Весь код для меня был, я погрузился в такую тьму, в принципе, что мне пришлось бежать просто от этого. Это потом. То есть ты сам жестью? Ты сам жестью? Да, я сам стал жестью, да. А мне предупреждали к коду, к коду. И после этого, когда я убежал, уже мой ум становился более спокойнее и спокойнее, у меня как раз был то же самое третий раз уже вроде в Самаре, когда я лежал вот так на левом боку, мне подбросило прямо так на правый бок. Я понял, что это то же самое и спросил к добру ли к коду, и мне нежно-нежно так на ушко сказали к добру. И на следующий день пришла телеграмма, что у меня родилась дочь. После этого больше никто не приходил. То есть такая история. Слушай, на этой волне очень хочется тебя спросить про твой главный опыт, который изменился, опыт умирания. Опыт умирания у меня был жестким, потому что, когда я умер в этот момент, пуль сдержала моя супруга, да, первая моя супруга, его не было. Я помню, тогда вот из той лопнувшей перепонки она у меня опять лопнула во время клинической смерти, у меня оттуда пошла кровь, кровь из носа, у меня лопнули капилляры на глазах, видать, давление скакнуло так, сильное, мощное. и в этот момент я, как я помню, для того, чтобы не улететь далеко, я сосредоточился на телевизоре. Стоял телевизор и там был какой-то корреспондент каких-то новостей, понимаешь, и мне нужно было на него сосредоточиться, потому что он говорил, и чтобы не улететь, я держался за него, но в какой-то момент не удержался и вылетел и влетел в серую массу. и в серую массу я вылетел в коридор и с огромной скоростью помчалось, да, вот, как бы, мое такое полупрозрачное тело, да, по этому коридору и вылетело в беспредельное пространство. Вау! Это было такое сильное переживание, и я впереди прочувствовал, что стоит какая-то фигура, потому что я увидел только, как бы, очертания ног, ступней, больших, огромных, и некого одеяния. И в этот момент я решил посмотреть в глаза. И когда я стал поднимать глаза, то свечение было настолько сильное, что я думал, у меня лопнут перепонки. И в этот момент я от этой фигуры прочувствовал и отцовское, и материнское одновременно, наши, как бы, отец и мать. и я понял, что это Бог вот на тот момент. Понимаешь? И я понял, что это Бог, и в этот момент, когда я понял, я замер пространством. остановился вот так, как стопор и спросил, Господи, ты ли это? И голос в каждой моей клетке, да, в каждой моем нейроне, то есть в пространстве вне и внутри, нежно так сказал, а ты верил в меня? Это было, это было настолько мне страшно, понимаешь? То есть, это было серьезное переживание стыда. Мне стало настолько стыдно. Я съежился, как собачонка, такой, и заскулил, как собака, прямо так. И прыгнул в серую массу от стыда. И в этой серой массе опять оказался в этом теле, да, в этом теле, и передо мной этот телевизор, этот же корреспондент, да, жена с округленными глазами, держащая мой пульс, да, и вот такая трясущаяся. И все вот так происходило, и этот голос, а ты верил в меня? А ты верил в меня? А ты верил в меня? И в этот момент я на следующий день сказал жене Равидерчи Ельфталин, а я еду в лес. И вот поехал в лес, заброшенный монастырь православный, и вот там прожил два года. Полностью целомудрия. Никаких, естественно, влечений, да, которые искусственно расширяют сознание. никаких там ненужных напитков, никакого мяса, никакой рыбы, естественно, никаких женщин. Каждый день чтения, обливания холодной водой, свой огород, и каждый день, для того, чтобы поддерживать физическую форму, я лазил по деревьям, я не знаю, 16-этажный дом, залезал на макушку, брал с собой там что-то в рюкзак, книжки, и вот ходил по макушкам деревьев, да, лазил разной техники, разработал там и змеи, и там, и пантеры, и перепрыгивал, и перелазивал, и так далее. Просто, когда вниз спускался, думал, ну да, я дурак, сумасшедший, все так сорвался, все, конец. Но, тем не менее, вот это вот состояние свободы, когда ты наверху высокого дерева, и перед тобой простилается там беспредельное пространство, потому что это было в городе Хвалынске, там такой был поселок Черемшан, и это самая зеленая ветка СНГ, и там вот эти деревья, это так красиво, и ты, это, это, это значит, такой океан. Нету, просто линии горизонта уходит в беспредельность. Ты сидишь, особенно вечером, да, когда, когда небо меняет свой окрас, и ты прямо видишь, как из иголок исходит энергия, хвои, да, именно от этих сосен ленингового периода, вот исходит, и ты в этот момент, пока еще светло читаешь какую-то книгу, ты как бы соединен с пространством, с космосом. Это такое блаженство, я вот до сих пор вспоминаю, мне до сих пор как бы такой внутренний глаз смотрит туда, то есть, парень, может быть, ты поедешь, чуть-чуть там побудешь, еще один, да, вот так вот, один на один с собой, один на один с природой, один на один с созерцанием, да, и это вот, конечно, такой большой опыт для меня был, который каждый день менял мне изнутри, то есть, я каждый день читал, работал, это были православные книги, это был, конечно, мне очень помог Бог Серафим Саровский тогда и Иоанн Крыштадтский, потому что я читал книги «Моя жизнь в Христе», такое настоящее переживание Иоанна Крыштадтского, вот, и другие книги, и, конечно, молитва, молитва, поэтому я очень благодарен именно православию за то, что я мог на тот момент изжить все грубые омрачения, влечение к чему-то грубому, да, а затем уже мне этого стало не хватать, мне хотелось бы что-то еще менять, что-то осознать, понять, поэтому я стал изучать разные другие направления, это и суфизм, и дзен-буддизм, и конфуцианство, и там Сократ-Платон, и всякие другие религии, направления, поэтому я сейчас больше, знаешь, такой космополит, поэтому для меня и сейчас происходит такой процесс изучения других религий и учений с точки зрения того, чтобы я мог бы встречаться с людьми и говорить с ними по сознанию, и давать по сознанию, да, вот быть как бы своим, потому что это очень важно понимать, что во всех религиях, во всех учениях фундамент один, это фундамент любовь и сострадания, это фундамент по-настоящему меняться для того, чтобы помогать потом измениться другим, вот в принципе, что я хотел сказать. спасибо тебе за удивительную историзму, не сказал бы, что удивительную, она очень глубокая и интересная, полезная, ну и поэтому сейчас у меня, у меня сейчас нету другого выхода, понимаешь, как придерживаться, я может быть, даже и хотел бы нырнуть в осе тяжкие, уже как-то там пытаешься и чувствуешь, ну я не знаю, ожог, да, сразу. Если кто-то чувствует, что все, нужно или покончить жизнь самоубийством, или же полностью отдастся провокации, или как-то еще, да, в этот момент, конечно, очень важно задуматься вот о чем, о том, что с нами есть кто-то рядом, да, который нам всегда может помочь и его называют по-разному, кто Бог, да, кто там, кто беспредельное пространство, не важно, вот, но когда мы отдаемся этому потоку, возвышенному потоку, по-настоящему, да, и еще возносим какую-то там внутреннюю молитву, молитву о том, чтобы действительно пришла помощь, и эта помощь, которая придет, она, она должна быть оправданна твоими личными шагами и потихонечку меняться в этом направлении. Самое главное помнить о том, что нужно накопить те добродетели, да, которые могли тебя поднять, как воздушный шар, да, вот, эти добродетели это приносить ну, какое-то благо другим живым существам, даже если ничего нет. Культивировать себе такие качества, как даяние, как настоящая неподдельная любовь, независимо от того, кто перед тобой враг или или друг в любом случае должно быть одинаковое ощущение к тому и к другому, вот, и на этот счет есть очень много практик, которые могут люди применять и их мир будет точно меняться сто процентов. Если выделить какую-то, говорить про отпечатки сильные, есть ли у тебя какая-то, например, одна книга, которая у тебя сильно, глубоко у тебя прям повлияла на твою жизнь, не может быть какой-то фильм, может быть несколько. Ты знаешь, очень много, очень много, и как бы, ну, сперва, как и все, были такие гения в истории, да, вот, в моей истории там попадались книги, которые, ну, как-то меняли меня, там, будь то книги Булгакова, да, или книги Германа Гесса, замечательные книги, замечательные, как бы, рассказы, которые тоже меняют изнутри, это были книги, ну, тот же самый Сократ, и Платон, да, если, это книги, первоисточники, прежде всего, очень важно придерживаться первоисточников, что с такой первоисточники, это, конечно, если брать религию, то это Библия, да, или это Коран, или же там, Упанишады, или же там, Бодхичарь Аватара, если это буддизм, то, конечно, смотреть эти книги, смотреть к ним, комментарии, это очень важно, да, или также, на самом деле, для меня вот было открытие Бхагавадгита, книга, да, но без комментариев, там, про Пхупаду, а просто тонкая книга, в переводе каменской, там, в принципе, все сказано, в этой тоненькой книге идет именно вот это вот преобразование, борьба, да, внутренняя, и ты начинаешь через эту книгу понимать, кто хозяин, да, хозяин, действительно, дух, и дальше это замечательные книги, те же самые даосистские, дзен-боддийские, суфистские, все вот эти вот, даже, прочитав суфистские сказки, да, ты начинаешь менять себя, потому что ты читаешь вот именно между строк, ну и, конечно, все различные методы цепляли, вот, и по сей день цепляют притчи, притчи разных, в принципе, и религий, народов, учений, это действительно то, что является культурным всемирным наследием, я даже по этому направлению хотел снять несколько фильмов, да, один мой близкий друг, тоже крупный предприниматель, у него однажды была такая лекция, много людей сидело, у него спросили, скажите, а можете подсказать какие-нибудь книги по бизнесу, предпринимательству, что-то, значит, опустил голову, поднял мне так слеза, немножко, он говорит, ребят, не страдайте ерундой, почитайте, поговорите эту Библию, не нужно читать никакие бизнес-киниги, там есть все. Правильно сказал, правильно сказал, потому что первоисточники это важнее всего, когда все остальное вокруг, это людские концепции, и дальше уже люди иногда заходят слишком далеко, они начинают слишком много включать концепции, появляются книги, которые развивают других в секту, это тоже нужно понимать, чтобы не уйти сектантские взгляды. Для меня, ты знаешь, когда люди говорят, это вот моя религия, это твоя религия, это моя страна, это твоя страна, это мое, это твое, это уже сектантский взгляд, мы уже развиваем себе секту. А здесь очень важно понять, а кто я, кто ты, когда ты понимаешь, что я и ты, это одно единое целое, ты понимаешь, что у тебя тот же набор качеств, как и у меня, и мы изначально с тобой чисты, изначально спонтанны, изначально мудры, изначально божественны, то о каком делении может идти речь, понимаешь, это абсурд. Для меня практика любви и сострадания это ежедневная, ежесекундная практика, когда с какими ты бы обстоятельствами не встречался, а особенно с какими ты бы людьми не встречался, во всех видеть своего родственника. Когда ты кого-либо встречаешь, ты видишь в нем или своего брата, или свою мать, или своего отца, или своего очень любимого родственника, даже если тебе человек не симпатичен, в этот момент, когда ты подкрепляешь именно эти знания, он становится тебе симпатичен, и более того, он перед тобой открывается, и ты понимаешь, что на этот момент он твой учитель. говорит такие слова, если бы ты не принимал его таким, то вряд ли ты бы получил что-либо, да, а когда ты практикуешь по-настоящему эту практику видеть во всех родственниках, то тебе легче вообще общаться, тебе легче открываться перед человеком, у тебя нету барьера, понимаешь, ты не выстраиваешь эти барьеры, ты сразу интегрируешься с обстоятельствами этим человеком, во всех видеть своих матерей. Если есть такая вещь, как реинкарнация, то мы естественно друг к другу были материами много-много-много-много веков. А если это так, то передо мной сидит мать, почему я должен как-то анализировать, судить, ставить какой-то отпечаток или ярлычок, почему я не должен быть полностью открыт и видеть ее такой, какая она есть. Во всем видеть своих матерей это очень прекрасно, замечательная практика, которая меняет нас и подводит нас к абсолютной любви, потому что через такую практику потом тебе не нужно подкручивать эту осознанность, это проявляется спонтанно. Ты потом спонтанно относишься к всем людям, как к родственникам. Примерно так? Благодарю, спасибо. Всегда знаешь есть недосказанность. Хочется по-настоящему поделиться где что-то лежит еще глубже в те слои мыслей и переживаний оставленных великими учителями, мастерами и как бы подпитываясь ими говоришь теми словами, которые раньше никогда не применял или теми мыслями, теми формами. Вот в следующий раз как-нибудь нужно дойти до этих кругов и поговорить именно на таком уровне, где бы нам казалось, что мы говорим и мы говорим, но при записи потом мы просто сидим и молчим.